Ну а эфир телеканала Кубань-24 продолжит наша рубрика «Герой недели». Гонбалистка Кубани Оксана Королева много чего интересного расскажет и об Олимпийских играх, и о слезах, и о наставнике Трифилове. Девушка отличным оказалась собеседником. Смотрите и наслаждайтесь. До встречи. Я стараюсь посмотреть все игры нашей сборной. Конечно, каждая игра — это адреналин, это такие эмоции. Ну я рада, что девчонки играют одной командой, сложным коллективом. Они, конечно, молодцы, и я очень за них рада, и видно потенциал, что они могут еще прибавить. Мы стараемся посмотреть все вместе. Понимаете, у нас сейчас новый коллектив, очень много новых девчонок, и чтобы быстрее как бы вливаться в коллектив, стараемся больше времени проводить вместе. И вот даже выходные вместе, просмотры вместе, я думаю, это пойдет команде на пользу. Я думаю, к Евгению Васильевичу надо привыкнуть и очень многое отфильтровывать. То есть, да, ловить нужно основную мысль. А все, что там эмоции, это немножечко отпускать. Я думаю, нормально с ним работает, ничего такого страшного в этом нет. Надо действительно привыкнуть к нему. Первая моя тренерша – это Лариса Митна-Кравченко, женщина, да, и в Астраханочке я тренировала с Надеждой Григорьевной Батридиновой, но очень короткий срок. А так, да, в основном мужчина. Ну, наверное, нами женщиной может руководить только мужчина настоящий. Поэтому все тренера мужчины. Проще нас что-то заставить делать именно мужчине, наверное, вот так. Как пришла в гамбол, наверное, я с малых детских лет знала, что я буду спортсменка. Я с трех лет. У меня самая любимая игрушка была – это мамина медали. Она у меня мастер спорта международного класса по Гребле. И самое мое любимое занятие было – это достать ее медали, одеть на себя, походить по квартире, покрасоваться. И я знала, что я была спортсменка. Хотя мама мне всегда говорила – нет, Оксан, только через мой труд. Ну, и так вышел один прекрасный момент. Моя мама поехала защищать диссертацию в Москву. Я осталась бабушкой-дедушкой. И в этот момент меня моя тренер Ларис Митна нашла. Ей подсказали, что вот есть в школе такая высокая девочка, активная, и надо бы ее в гамбол забрать. И знаете, с первого взгляда мне эта игра понравилась. Ну, и тренер сумела меня, наверное, зацепить этим спортом, чтобы я его полюбила. Ну, и я осталась в этом спорте. Мои самые первые заработанные деньги в спорте – это была моя зарплата. Я не знаю, сейчас можно ее разглашать или нет. Это было 285 рублей. Мне их дали по рублю в таком мешочке матерчатом. Да, я помню, я пошла себе, потому что я была очень голодная, купила какой-то гамбургер. И остальные деньги я дала маме. Да, это был мой первый вклад в семейный бюджет. Я была очень счастлива. Я играла, ну, примерно год где-то в Астраханочке. Потом, примерно с 2000 года я переехала в Тольятти, я там заканчивала школу. Где-то в 2008 году примерно я переехала в Звезду в Зенигород, там отыграла. И вот в этот год я переехала в Кубань. Знаете, у нас здесь только события в Кубани, поэтому я не могу пока понять комфортно, некомфортно. Но, в принципе, все отлично, все на высшем уровне организовано. У нас то сборы, то какая-то поездка, то тренировки. Я пока не могу понять. Немножко теряюсь даже, где я в Краснодаре, в Подмосковье, в Астрахани, где я нахожусь. Я увидела в Краснодаре уже несколько спортивных залов, бассейн. Мы уже прогулялись по Красной, я так понимаю, центральной улице здесь, да. Видели памятник Екатерины. Ну и, в принципе, все. Пока больше ничего не удалось посмотреть. Но я надеюсь, у нас будет время. И вот командой мы ходим смотреть игры. Вот мы были в спортивном баре, мы были в городском парке. То есть я там еще побывала. Так что я думаю, всему свое время успеем. Я могу сказать, что люди на Кубани более, наверное, отзывчивые и улыбчивые, что ли. Какие проблемы не были, мы подходим, тут спрашиваем, теряемся иногда. Нам все объясняют. Очень доступно бывает даже, давайте мы вас подвезем без проблем. Наверное, более отзывчивые. Ну, наверное, самые две эмоциональные. Это когда мы играли в чемпионат мира полуфинал с норвежками. Это было в Китае. И стоял вопрос выхода в финал. До этого, ну, как бы, проигрывали очень много игр норвегам. И когда мы их победили, я видела, идут две девочки-норвежки, и они просто плачут, и они не понимают, что происходит. Это, ну, знаете, в такой момент получаешь такие эмоции, что да, ты можешь победить, ты можешь их победить, можешь обыграть. А вторая игра, ну, это всем известная, когда мы немножечко подрались там на гонболе с командой Волгоград, это в Волгограде было. Ну, самое главное, потом с девчонками встретились, как бы, переговорили, что это эмоции, это игра, и, как бы, на обычную жизнь, на обычные отношения это не влияет. Ну, наверное, в Китае чемпионат мира, когда мы выиграли первое место, я думаю, это самое важное мое достижение в карьере. Мой самый преданный болельщик, это, конечно, моя мама. Она не пропускает ни одной моей игры, старается смотреть их все в интернете, сейчас, слава богу, это доступно. Если мы играем где-то рядом с Австрахани, она у меня сама с Австрахани, в Волгоград, допустим, в Краснодар, она приезжает посмотреть. Да, это мой самый активный болельщик, она меня поддерживает. Ну, и, конечно, у меня есть друзья, которые тоже меня поддерживают. Есть какая-то неудачная игра, они мне пишут, Оксана, не расстраивайся, не опускай руки, все хорошо, там, вам подсудили, там, не подсудили, ну, такой идет обзор игры. Я не могу сказать, что мама меня всегда жалеет, она мне очень корректно говорит, хотя она у меня сама занималась греблей, но она у меня знает все правила, она у меня все понимает, она даже смотрит все игры Лиги Чемпионов. И она мне говорит, Оксана, здесь ты была не права, здесь ты была права, то есть она может меня так пожурить немножечко. То, что мама спортсменка, да, я думаю, это мне помогло, но я всегда старалась брать с нее пример. Я знаю, каких трудов ей давалась ее карьера, сколько это было травм, поэтому, когда были у меня какие-то травмы, я старалась не опускать нос, и в этот момент она меня очень сильно тоже поддерживала. Я думаю, почему я у мамы научилась, это стойкости характера, не вешать нос в самые такие вот печальные ситуации, перешагнуть, наверное, через них, отдышаться и пойти дальше. Я не могу прям ставить, что необычные подарки от болельщиков именно для меня были. У нас в Зенигороде две девчонки, которые за нас болели, Вера и Маша, и они всю нашу команду старались постоянно поддерживать и как-то радовать. Они постоянно нам в раздевалке устраивали какие-то сюрпризы, там вешали нам гирлянды, шары, торты нам приносили. Они нам всегда старались поднять настроение, и вот я за это им очень благодарна. Если бы не гандбол, даже не знаю, может быть, я в спорт бы и не пришла, потому что у меня все хорошо было с учебой, и я училась в лицее физико-математическом, у меня как бы там были успехи, и пророчили мне как бы хорошее будущее именно в техническом плане. Хорошо, что тренер нашел меня и привел именно в гандбол. Я бы сейчас пошла на какие-нибудь курсы гитары, вот почему-то. Я, конечно, понимаю, что у меня нет ни слуха, ничего, но вот как бы мне хотелось бы это освоить. Я бы, наверное, пошла в какую-нибудь художественную школу, хотя бы основу, потому что для меня нарисовать круг – это уже подвиг, да. На хобби, ну, практически не хватает времени, но я люблю почитать книги, связанные с античностью. Вот мне нравится Борислав Прус «Фараон», я его несколько раз перечитывала. Хагард мне нравится, Теопатра, вот такие книги мне нравятся. Ну, в которые можно уйти и как бы о своем подумать, почитать, отличиться полностью от всего. Я получаю большие эмоции от хождения в кино, допустим, да. Мы собрались с командой, там 5-6 человек у нас обычно собираются, мы идем, смотрим фильмы, да. Получаем от этого какие-то положительные эмоции. Мы можем пойти в кафе посидеть, чисто вот поесть шашлык, да, выпить чаю и довольно счастливы. Нет, ни мелодрамы мы смотрим, и ни ужастики этого у нас в жизни хватает. Мы стараемся ходить на какие-то комедии, чтобы поднять себе настроение. Когда шла премьера фильма «Легенда 17», мы практически всей командой пошли, там и поплакали, и посмеялись, да. И частенько смотрим этот фильм, да, нам очень нравится. Женская дружба в спорте, я думаю, бывает, потому что очень много девчонок, с которыми мы общаемся лет с 15, наверное, а бывает даже и лет с 12. И до сих пор общаемся, и дружим с семьями, и друг друга поддерживаем. Если какие-то проблемы, обязательно помогаем в этом плане. У нас настолько слаженная, наверное, была в свое время команда молодежная, юниорская, когда мы были молодые девчонками. Мы общаемся до сих пор, и друг друга поддерживаем в самой тяжелой ситуации. Вот что бы ни случилось, я могу позвонить, сказать, нужна такая помощь, да, без проблем. И в то же время, там, мне могут набрать, сказать, «Оксан, так ты так-то можешь выручить». Все, что могу, конечно, сделаю. Кем я себя вижу через 10 лет? Вообще бы я в идеале хотела бы заняться какой-нибудь археологией, наверное. Да, опять-таки уйти в себя, покопаться в песочке. Но я понимаю, что этим мне и не заработаешь в себе на жизнь. И, в принципе, это очень перспективно, наверное, у нас в стране. Ну и не могу сказать, что однозначно я хотела бы стать тренером. Не знаю. Надо попробовать себя в несколько стезях, и что лучше получится, наверное, то я и выберу. Чего я боюсь? Боюсь одиночества, наверное, остаться одна, да. Для меня это самое страшное. Очень часто бывают ситуации, да, когда хочется бросить. У меня было очень много ситуаций, когда я уже писала заявление, что все, я ухожу, я бросаю от вид спорта, я больше не могу. Надо опять-таки сесть, немножечко подышать, отдохнуть, успокоиться и... ...одеть кроссовки и идти дальше на тренировку. Да, я могу выйти из себя. Опять-таки это только на площадке. Я могу завестись, я могу поругаться с судьями, но это тоже очень тяжело меня вывести. Ну, бывает такое, да. Бывает. Кричу, когда забиваю гол в радость. Когда выиграли радость, когда выиграли какой-нибудь кубок, там, медаль, конечно, радость. Конечно, кричишь. Самая масштабная моя истерика последняя была, когда я после продолжительной отсутствия в сборной, у меня было несколько травм тяжелых, я как долго от них отходила, не попадала в сборную. И потом, я вот даже сейчас помню, что мы были на сборах в Зенигороде, в Горизонте на базе. И мне дали новую форму сборной. Мне дали Олимпийку сборной России. И я в номере ее одела. Одела свои наколенники два жестких. Там один у меня вообще был железный, по два килограмма, он меня весил. И я повернулась, и у меня на спине Россия. Вот тогда у меня была, да, истерика. Я расплакалась. Ну, потом успокоилась. Думаю, ну, ничего страшного, играют же люди в наколенниках, ничего страшного в этом нет, как бы переживем мы это. Тогда у меня это вызвало эмоции, именно то, что я опять попала в состав. Три главных качества. Я даже не знаю. Наверное, стойкость, спокойствие. Третье. Третье, наверное, ко всему отношусь, юмора. Я стараюсь, если тяжело, немножечко поюморить даже сама над собой. Это очень помогает. Недостатки, которые я хочу избавиться. Если бы мне дали новые колени, я была бы очень рана. Потому что мои уже все. Недостатки, которых я хотела бы избавиться. Скромность излишняя. Надо быть понаглее. Если еда, то? Больше. Если друзья, то? На даче шашлыки. Если отдых? На море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова